На повестке дня проблемы в сфере ЖКХ, вопросы переселения из Ветхого фонда, защита прав, поддержка местного бизнеса. Жительницы Самарского района Елена Кузнецова и Жанна Харина пришли на прием к депутату с просьбой спасти от разрушения дом, в котором они живут с детства. Памятник архитектуры 19 века усадьбы Мещан Коноваловых находится на Самарском Арбате улицы Ленинградской и пребывает в плачевном состоянии. В стене дома образовалась трещина и жители опасаются, что дом может рухнуть в любой момент. В квартирах грибок, фундамент дома проседает буквально на глазах. Капитальный ремонт не производился более 20 лет, но и это не единственные беды жителей дома. Некоторые собственники сделали незаконные постройки, которые препятствуют, соответственно, починке крыши. Крышу чинить нет смысла без починки фасада, фасад нет чинить смысла без починки фундамента. Пообещали разобраться, предпринять меры, починить крышу, починить фасад, положить асфальт. То есть пообещали, что в ближайшие сроки, в течение ближайшего года постараются все это сделать и помочь нам. Капитальный ремонт этого дома запланирован на 2023-2025 годы, но, по словам жителей, к этому времени дом может еще сильнее разрушиться и последствия. Таких разрушений могут быть просто опасны для проживания. Вот как ситуацию прокомментировал приглашенный на прием глава фонда капремонта Самарской области Александр Константинов. То, что касается капитального ремонта, незаконно была надстроена мансарда на Кровле. Соответственно, для того, чтобы провести капитальный ремонт, поскольку это объект культурного наследия, он должен после капитального ремонта быть таким, которым он создавался, необходимо сначала эту мансарду демонтировать. Уже есть решение суда первой станции, которая обязывает жильцов, не нарушившихся закон, ее демонтировать. В следующем году, при удачном разрешении истории с мансардой, сделаем весь дом сразу. И Кровлю, и фасад, и фундамент, инженерные сети. А пока глава Самарского района обещал взять ситуацию на контроль, чтобы дом дождался капремонта. До конца недели с руководителем управляющей компании жилсервиса выйдем на место. Оперативно попытаемся залить подмостку у фундамента, чтобы до момента проведения капитального ремонта никаких аварийных ситуаций не случилось. Традиционно в ходе приема удалось обозначить пути решения многих других вопросов. Вера Данилова, жительница Октябрьского района, обратилась к парламентарию, защищая интересы ветеранов Великой Отечественной войны. Две жительницы аварийных домов живут в коммунальных квартирах, домов на улице Печорской и третьего проезда. Квартиры без удобств, нет горячей и холодной воды. Также, являясь председателем МКД одного из домов 414-го квартала, Вера Николаевна попросила депутата помочь с расселением всех людей из этих аварийных домов. Крыши все протекают, я хочу сказать, стены все разваливаются. Дома пришли в очень веткое ужасное состояние. Чем быстрее нас расселят, я хочу сказать, мы получим жилье, тем быстрее, я говорю, застройщик построит школу, детский сад, поликлинику. То есть и люди все будут довольны. Александр Хинштейн обсудил перспективу решения этой проблемы на месте с представителями профильных ведомств. Просьбы касались в том числе и скорейшего переселения из аварийного фонда ветеранов, людей наиболее преклонного возраста. С коллегами из департамента управления имуществом отработали какой-то путь. Застройщик готов в приоритетном порядке переселять именно такую категорию самых нуждающихся людей. Личные приемы провожу как минимум раз в месяц, стараюсь это делать несколько раз. Работает на постоянной основе систем общественных приемных в Самаре, Новокобышевске, в Большеглушицком районе. Самые острые вопросы из числа тех, которые не требуют отлагательств, удается решить во время приема. В том числе социальные, имущественные, жилищные. Остальные проблемы берут на контроль, чтобы в реальные сроки помочь жителям. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.